Так. Доброе утро. Доброе утро. О, как ты это, хорошо. Мы только сели тут, считаем Священное Писание после молитвы. И главное, натолкнулись насчет, прочитал, он сейчас притча Соломона говорит, прочитай, какое место. А главное, Ат и Авадон, как там он говорит? Вот интересное место. Притча 15, глава 11 стих. Преисподняя и Авадон открыты перед Господом, тем более сердца сынов человеческих. Тут две В у вас. А? Подожди-ка, сейчас, минутку, еще тут не так. А почему не идет? Так у вас две В, нужно одна В была, Авадон одна В. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая, одиннадцатый стих. Ну, я не вижу тут, набираю когда. Притчи 15, 11. А, нашел, нашел. А 2D или 1D там? 2D. Вот видишь как? У меня получилось, вот так вот теперь и буду говорить, что нету. Преисподняя Авадон. Это написано еще у Евы, 26, 6. Авадон и смерть говорят. Ушами нашими слышали, мы слух о ней. 26, 6. Преисподняя обнажена перед ним и нет покрывала Авадону. Притча 15, 11. Преисподняя Авадон открыта перед Господом. Притча 27, 20. Преисподняя Авадон ненасытимы. Так ненасытимы и глаза человеческие. Откровение. 9, 11. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Понимаешь, какое дело? И вот теперь, если так разобрать, то что? Получается, пять раз повеляя Авадону, они где про него ничего больше не говорят. Толкования-то нету на Авадону. Вот. Утром сегодня сразу возник вопрос. Тут надо смотреть, кто это сказал. Это сказал, у его преисподняя там говорят. Это люди говорят, а пояснения-то нет. От Бога-то нигде нет. Преисподняя и Авадон. Соломон говорит, откуда он это взял? Мы должны думать. Бывают народные поверья какие-то, а что? Принято как в народе говорить. Они употребляют эти слова, но не означают, что они от Бога. Все, Писание Бога духовновенно. Вот и считал это. Писание Бога духовновенно. Писание. Я, понимаешь, неправильно набираю. Потом не вижу. У меня... Я совсем это плохо тут вижу-то. Это 2 Тимофея 3,16. Все, Писание Бога духовновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. От православного человека тысячу лет было спрятано, что оно не было полезно ни для научения. Их не учили. Ни для обличения. Никто никого не обличал. Поэтому так странно смотреть, что с попом разговаривает на равных или обличают его. Для исправления. Исправления не было. В Куре и так и были. Или царь думал воевать, пошел, пока полностью всю страну не провалил в этой Австрии. Или наставление. Смотри, пропустили что? Научение, обличение, исправление, наставление в праведности. Это все из-за того, что Писание не дали людям. Я попутно все говорю. Так вот, Бога духовновенно оно все Писание или нет? Непременно. Но, а Бога вдохновенно ли? А, одну букву поставить только. Бога вдохновенно. Нет, не Бога вдохновенно. Понимаешь, нет? Да. А почему? Да потому что сказал безумец, нет Бога. Это безумец сказал. Есть слова, которые говорит дьявол. Дьявол говорит, бросься вниз, понесут тебя. Писание извращает. Его Бог не вдохновлял. А вдохновенные слова пророков. Вдохновенные слова апостолов. А вдохновенно, то есть, если написано, сказал дьявол, это уже не прямая речь, а слова автора. Именно так. Вот это я попутно говорю. Допустим, адвентисты говорят, у человека нет души. Мы говорим, а как же нет-то? Ну, Бог сотворил, вдунул. Ну, дыхание от жизни есть, а души нет. Вообще души у него нет. Да как же нет-то? Ну, а вот как же Саул пришел, когда-то Самуил, Саул пришел, когда к ведьме Аэндорской волшебнице, и в это время явился Самуил. Так откуда он, Самуил-то явился бы, говорят они, эти еретики-то, там, еговисты, светили еговые по их названию. Ну, я называю еговисты. Потому что ведьма не могла его вызвать. Да тебе зачем могла или не могла, когда написано? И сказал Саул, вот это Бога вдохновенно, от Бога эти слова. Дух Святой сказал, что сказал Саул, нельзя сказать, что это Самуил. Дальше. И сказал Самуил, который же умер и явился. Слова автора. Что сказал правильно, неправильно, это может быть и не Бога вдохновенно. Но это Бога вдохновенно. Люди этого вообще не понимают, как сектанты. Ну, это у нас дом молитвы. А с чего ради? Один храм. Молитвенный дом, храм один, дом молитвы это святилище. Один. А молитвенных домов миллион может быть. Молитвенный дом и дом молитвы. А что это такое? Так один, говорит, посредник между Богом и человеком. Между Богом и человеком один, а между человеком и Богом тысячи. Люди вообще ничего этого не понимают. То есть со стороны, с той стороны один от Бога, а от людей ходатайших много. Дабы по ходатайству многих я мог быть вам возвращен. И вот так и Авадон. Авадон означает бездна, которой нет определения ее глубины. Смысл такой заложен. А что такое, не знают. Иисус Христос, ну, это считаемый 4-6, первое послание Петра, сходил в преисподние места земли. И для того было преисподнее. А Авадон уже не упоминается. Только упоминается, я сказал, где в Откровении. И поэтому о нем вообще ничего нет. А о Шеоле, где находились души, евреи имели какое-то представление из книги Исаия, там другие. А Авадоне вообще понятия никакого нет. И когда спрашивают, а что это такое, это что выходит, ад, преисподняя, преисподняя, дальше, нижние места земли, там шел, что называли, и еще и Авадон. Не знаю. Никто не толкует. А как толковать, когда Библия ничего не говорит? А может, это просто в сознании людей такое отложилось, что есть еще что-то глубже. Как вот говорят, ой, я на седьмом небе был. Седьмое небо только в Коране написано. А в Библии написано третье небо. Павел говорит, был. Люди ничего не понимают вот это. Почему? Не научены. Потому что Писание признали ненужным. Оно не полезно для научения, для обречения. Я говорю, сколько лет искал. Какая причина, что не допускали-то? И вдруг я нашел, митрополит пишет там, если дать людям Евангелие, чтобы было понятно, в стране будет революция. Так я ахнул. Оказывается, так оно и было. Недолго продержалось, когда Евангелие пришло. Почему? Потому что люди увидели, что над ними стоят не доброжелатели, не святой отец, как обращались к нему, а человек, который говорит превратно, чтобы увлечь за собою. За собою увлечь. Они будут наставить только на том, чаще приходите в храм, чаще исповедуйте, чаще причащайтесь. То есть приковать к нему. Вот. И тело, и кровь Христовая люди понимают только в чаше. А о Голгофе вообще понятия нет. Голгофу перетащили в чашу. Я постепенно дошел до этого. Мне не надо искать какие-то новинки, потому что я услышал, начинаю исследовать. И вот исследование, в котором ни у святых отцов, ни в котором вообще не говорится. Все. Говори. Спасибо, Христос. Да. Игнатий Тихонович, вопрос у меня один. Вопрос у меня один. Хорошо. Не торопись. Только раздельно говори, чтобы лучше было понять. У вас в последнее время вышло несколько роликов, особенно актуальные, и, судя по всему, к ним есть интерес, судя по количеству просмотров. Это те ролики, которые посвящены актуальной сегодня тематике, теми ИГИЛ, теми взаимоотношения и пророчеств из Библии, которые отражаются сегодня на Востоке, в нашей стране и так далее. С другой стороны, у вас очень часто в ваших беседах слышатся очень добрые слова в адрес мусульман. То есть мне это понятно. У меня тоже много друзей мусульман, и это тоже не связано с моими знаниями с ИГИЛ. Но, тем не менее, для предотвращения такой схизмо-фринической ситуации, все-таки хотелось бы от вас услышать ответ. Вот почему, с одной стороны, у вас отношение к исламу именно такое, где вы очень часто приводите пример, и, с другой стороны, это вот тот кровавый меч, о котором также вы говорите в своих последних роликах. Вот хотелось бы услышать более ясно вашу позицию. Я как-то прочитал такое. Одна девушка молоденькая, матери говорит, мама, ну ты как-то даже о самых негодных людях говоришь, и всегда у тебя как-то получается, что-то ты находишь вниз. Тебя бы спросили, наверное, дать характеристику дьяволу, ты бы, наверное, и там нашла что-то хорошее. А она говорит, да, дочь моя, у нее есть одно качество, о котором нужно нам поревновать. Это неустанность. Он сотни раз будет подбираться к человеку с разных позиций. Не удалось, еще раз, не удался такой строй, он коммунизм, не удался фашизм, он снова, здание его, которое стоило, разваливается. Уже щели огромные, он берет грязь и грязью, говорит, замазывайте щели. Рухнул, он отошел, погибли адепты, там все, неважно. Он новую идею сразу подает. Теперь нужно что? Чтобы во всем мире было такое исламское государство. То есть это все идет оттуда. Тут надо понимать, откуда и что. Я слышал и легенду такую, будто бы легенду. Из нее в эту же строку сказать. Иисус Христос шел как-то и увидели ученики, собака лежит, сдохла. Ну, уже, видимо, разлагается и все, и все носы зажали. А Господь так внимательно на нее посмотрел и говорит, какие у нее прекрасные белые зубы. У нее ничего не осталось больше. Шкура сотлела уже все, но у нее прекрасные. Сравни со своими гнилыми зубами. Сколько там этих пломб, сколько этих мостов. А она какие кости, только хрустит, когда дашь-то. Или бобер, вот я привез показать. Посмотри, какие деревья он валит. И как, долотом берет, и валит, и валит. Ножовкой не свалишь столько. Если бы дали ножовкой пилить, или тебе нож дали, топор, и так не отрубишь. Вот нужно научиться вычленять, так назову, моменты, которые есть у кого-то, а у нас этого нет. Ну, а там мусульман, а что говорить? Я понимаю, я понимаю, поэтому не настаиваю на этом. Но я могу сослаться на важных людей, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. 10.17, послание к римлянам. Родились от нетленного семени. От чего? От Слова Божия. Вышел сеять и сеять. Плоды приносит. Слово Божие спрятали от людей. А кто его спрятал? Монахи. 100% их вины. И поэтому на меня нападают. За это выражение я его... Это моя наработка. Я его, когда все закончил, исследование, симфонию на жития святых, и выявил такое, что монашество в том виде, в котором оно сохранилось, пришло, принесло зло, недобро. Во сто крат больше, чем вместе взятое. Фашизм, коммунизм, мусульманство и масонство. Это мне простить монахи никогда не смогут. Но я говорю, из-за чего? Господь сказал прямо, идите по всему миру. Можешь, не можешь, идите. Он не сказал, что ты должен заботиться о жене. Идите. Оставьте мертвецам, хороните мертвецов. Кто любит отца и мать, больше не достоин меня. Кто не возненавидит, не достоин. Не возненавидит даже. Вот к чему Лука призывал. У евангелиста Луки говорится. И вот мусульманство пришло. Почему? Не было проповеди. Мусульманство на совести. Монашество. Потому что это как раз там, в Цитаделе, в Колыбеле, монашество было. И теперь там египетские, которые были, Антонии египетские, вообще ничего нет. Нет. И об этом Сидоров говорит. Почему? Потому что лучшие силы из народа высасывали. В монастырях за стенами оставались, не давая потомству, уходили в песок. Если было по 11 тысяч и более монахов, как у святого Пахомия, то это 11 тысяч мужиков, здоровых, крепких, не обремененных с семейным положением. Это 11 тысяч вышли. Кого-то убили, но мы знаем, куда пошли. Апостолы шли и шли, их убивали. Они шли. Их ловили, они шли. Их жгли, их вешали вниз головой, они шли. Их распинали, они шли. Здесь ничего нету, мертвая зона. Вот. А у монашества есть хорошее? Да, есть. Я всегда говорю, есть. Вот эта твердость характера, как они стояли, как отставили православную веру. Ну, надо уметь различить, что от Бога нет, а как во свете Библии святой. И вот у мусульман. Давайте посмотрим. Вот сегодня. Мы вчера посмотрели один фильм. Я вам советую посмотреть. Заряди его, и сразу найдешь. Называется «Сердце Рамзана Кадырова». Новый фильм. Там прямо показано, что такого правителя в стране у нас больше нет. Нет. Сколько регионов где нет. Нет, это не Жириновский, у которого ничего нет. Он ездит, там говорит, дерется, проще. Это совершенно другое. Он показывает стадион полный военными. И как он их готовит. Вот сейчас Дагестан, все, где это, только он берет на себя. Пять мусульманских республик, это его там будут удерживать, ее. Он прямо говорит о том, если России не будет, нет и Чечни. Это патриот. А я это видел, когда мы были в Чечне, я от него благодарность получил, от его администрации. Я ему книги оставил. И мы каждый день его имя о Рамзан поминаем в молитве. До этого фильма, до этого, почему этого никто не видел, я еще спрошу. Я выделяю в Европе лучшим правителем, это Александр Лукашенко, батька. Я лучше никого не нашел. Поездили по Белоруссии, поговорили с людьми. Да, это так. Но на Южный Восток это не Лукашенко, это намного сложнее и труднее. И эти, которые, все это ваххабиты были бы, которые стоят перед ним и учатся. Вот. Так вот, теперь посмотрим. Когда посмотрите фильм, вы увидите. Жизнь человека начинается и дальше показана когда? С рождения. Да давай посмотрим доброе. В России ежедневно 18 тысяч абортов. Сегодня около 20 тысяч. У них ни одного. Ну, с чем сравнивать-то? А вы знаете, если сравнивать один с цифрой 4, то понятно, что один в 4 раза. А если один сравнивать с нулем, то единица в бесконечное число раз больше. Потому что нуль. То есть они бесконечно лучше нас. В вопросе рождаемости. У него 9 ребятишек. 6 дочерей, 3 сына. И все показывает в фильм. Дальше. Женщина какая. Она о себе рассказывает. Первый раз им все поговорит, сама улыбнется и закроется. Как она одета. Как будто из нашего храма вышла. Ну, пусть православная покажет, где в миру, в какой общине так одевается. Где? Если девочка, значит, там, они все это меняют. Даже у старобрядцев нельзя сравнить. Как она одета. Какое платье. Какая скромность. И он рассказывает, как он за ней ухаживал. Первый раз. И когда идут на улице, идут за руку, там, возьмутся, показывают, любовь, целуются. Это, говорит, не любовь. Это не любовь. Он все время подчиняет. Любовь. Это интимно никто не видит. Я вот первый раз увидел на улице, целуются. Я аж содрогнулся, отвернулся. Это заложено в человеке. Я не Рамзан Кадыров, не мусульманин. Вообще не знал ничего. Даже до встречи со Христом. Это внутри заложено. И дальше. Это можно взять от них? 120 миллионов не было погублено в очреве матери. 120 миллионов. Если даже половина из них были бы мальчики, 60 миллионов сегодня было бы бойцов. А ты посчитай, сколько инвалидов у нас в стране, сколько рождается, сколько пенсионеров. И что останется на поверку-то, которые рабочие, молодые... Статистику недавно выставил один. Статистика данная, притом Госкомстат какой-то, государственная организация. Так, первое. Взаимоотношения Адама с Евой. Они это сохранили. Он глава. Глава. И она слова не произнесет. Ну, найдите таких жен. Мы можем это взять или нет? Дальше. Как он растет? Как его воспитывает? Двухлетний, трехлетний. Они учат. Он, говорит, считать не умеет. Он на слуху берет Коран. Найдите такие семьи, где бы вот так буквально день и ночь давали ему знания священного писания Евангелия. Я говорю о мусульманах. Я не говорю о тех, которые стреляют, убивают. Я буду ссылаться на Рамзана Кадырова, на его семью. Насколько? Я не говорю про Коран. Я говорю о плоды, которые вышли в этой религии. А что они вышли, то это действительно так. Какой это мужественный народ, как их воспитывают. Они сумели всем доказать, что смерть это благо. Смерть это встреча с Раем, с Аллахом. Что они там подразумевают? Это другой вопрос. У нас есть Бог и Его, Иисус Христос. Помню, прочитал шурави. Русских так называли в Афганистане. Их там поймали в плен. Принимаешь? Не принимают мусульманство. Голова долой. Их ведут убивать? А он плачет. Ай, какой нехороший шурави. Если ты верующий, ты должен знать, что сейчас с Богом будешь. А он плачет. Ну, как Хаджи Мурад там, он говорит, у Льва Толстого, он говорит, когда я его убил, подполз к нему. Он говорит, ты убил меня, а мне хорошо. Прими, газоват. Вот воспитан. Это ни один, ни два. Ни один, ни два. Они буквально всех сумели так воспитать. И сегодня так воспитывают. Он в школу пошел, семилетний. Спрашивает, какая у вас мечта? Мечта, то есть желание лучшего. Слово «мечта» – это нехорошее слово. Он говорит, как брат мой. Он подорвался. Он в раю. Я тоже хочу быть похож на брата. У него другой мысли нет. Вот воспитание патриотизма. Надо это или не надо? А уважение к родителям не надо говорить. Какое? В домах престарелых спросите, сколько у вас данных при живых родителях? Он не поймет даже, о чем говорят. Это весь Восток. А теперь гостеприимство какое? Как гостя одарить? Единственное, чего нельзя просить у них – это коня, жену и шашку. Это я у Льва Толстого прочитал. Все остальное он тебе отдаст. Ты только посмотрел и сказал, о, смотри, какая хорошая у тебя бурка. Бурка хорошая. Он тут же снял. Вот я теперь знаю, она тебе понравилась. Он рад ее снять, что она понравилась. То есть это качества, которые нам, русским, нужны. Вот так. Стойкость вот эта. И дальше. Я разговаривал с мулами. Ну, вообрази так, что на слова хотя бы поверь это. Я говорю, а какой процент у вас сохранения девственности до первой брачной ночи законного брака? Они не понимают, о чем говорят. А сидят там и вернулись там из Медиины, из Мекки, сидят, щетки перебирают. Они не знают. Нуль. А если такое случается? Редко, но мы слышали. Некоторые даже не видели. Что? Смерть. Так что это за религия смерть? А Ветхий Заветт что нам говорит? Ты прочитай. Если это дочь священника, наказание строжек. Дома отца подведите и сожгите живьем. Это говорит Бог Егова. И поэтому надо осторожно осуждать. А мать, если где его спрашивают, 16-летний мусульманин сидит. Мать осталась без отца. Он там где-то ваххабит был, убили. Ну и она стала мужчину приводить, но замуж. Он ее не взял где-то. Заражу. Сестре 16 лет, и она встречается где-то. Заражу. Один пацаненок сидит за столом, что-то он с сестренкой не поладил. И он узнал, что она увидела, она снимается где-то. И там во время фильма ей надо было поцеловаться. И он ей брякнул про нее, отцу. Он ей любимая его дочь. А вот эта такая-то, назвал ее. А она целовалась там. Отец как целовалась? Ну, фильм снимают. Он спрашивает, дочь, так было? Она говорит, так. Он не выходя из-за стола, вытащил револьвер и застрелил ее сразу. За столом застрелил. В другом месте снимают. Где-то в Иране были где-то. Издалека журналист навел, и они как-то в мешках стоят. Ни не видно, ни лица студентки. Одна из них подошла, закрыта. Одни глаза, щелки глаз и говорит, сотрите. А почему? Сотрите. Этого нельзя делать. Если узнает, это ректор нас, нас всех уволят. Группа студентов, их издалека сфотографировали и всех уволят. А то вообразить даже нельзя. А как по-другому? А Библия что говорит? У тебя дочь, потеряй сон. Смотри, что в доме отца она не сделалась беременна и далее перечисляется. Не надоело мужу. Я показываю пока только положительное. Потом покажу, что совершенно нам не подходит христиану. Но они не христиане. И они сумели это сделать. Ты вот что говорю, посмотри, как они относятся к свинье. Как называют русских? Свиноеды. И русские, зная это, бросили есть свинью, конечно, нет. Свиньи едят по-прежнему свиноеды. Мне это понятно. Чтобы не ошибиться случайно, я отрезал мясо, вообще нет у меня полвека. Почему? А как бы не подать соблазн? Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. У них ни одного пьяного нет. Вот там где-то пьяного шофера. И показывает, как привязали его. Видел, если в Таиланде, как его порят. Сколько раз. Рядом врач сидит. Полицейский. И вот как у него содрогается. А тут натянута кожа и окошечки на две булки ему сзади. И наконец там тело трясется. Наконец лопнула кожа, течет кровь. А он считает. И маленько сдвинулось. Снова его перетянули. Руки притянуты. Наручники посередке. И он его хлещет. Один считает. Это так и у евреев было. Один удар, два удара, 39. 40. Если 41, это обещающий человек. А 40, Павел говорит, 40 без одного. Зачем он это говорит? А они это взяли. У нас нет наказания. И поэтому пьянь. Рождаются уроды, дебилы, олигопрены. Что угодно. Почему это нельзя? Да вот на каком расстоянии от учебного заведения пивнушку сделать. Они называют вино и все алкогольные напитки кровь шайтана. И Рамзан Кадыров говорит, ну и свадьба была. Ну конечно вы знаете, что без вина, что чай. Чай на льда. Чай у них есть. Вот почему я отзываюсь о них. Теперь посмотри, какое одеяние. Жена Рамзана Кадыров как одета. Одеяние. Это не то, что у нас приходят иногда только в храме. У нас за улицей не смотрят. В Потеряевке, там и в деревне, когда все должны быть в поясах. И то, сколько разговоров. Ой-ой-ой, тоталитарная секта. Поясок надеть. Почему вы не называете тоталитарной сектой мусульман? Монастыри. Вот где гуру-то. Ни одного слова нельзя сказать. Посылки нельзя получать. Разговаривать нельзя. Друзья, вот я называю то, что нам необходимо было бы вести. Почему они говорят, у вас же в Коране написано, христиан не уничтожать. Христиане это люди Писания. Что на них наложить закят, там какая часть налога и прочее. Они пусть живут и платят налог. А вы уничтожаете. А вы где христиан видели? Они отвечают и убивают. Покажите. Развратники, убийцы, коррупционеры, взяточники, оборотни. Вы же сами пишите, мы из вашей литературы, вот он, смотри, вот он, смотри, ваш губернатор. За что взят? Этого посадили, там, дали 10 лет, это дудка в Тульской области, губернатор. Этого застрелили. У вас группы эти, сколько у вас ходят эти? Молодежь чем занимается? Какое воровство? У нас воровства нету, понимаешь, воровства нету, это невероятно. Вот, а Григорьев и Григорианцы, как раз были и легенды Востока, пишут, где-то они были в Саудовской Аравии. Я говорю, гляжусь, что-то крещат, сук, 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 я спрашиваю, а что это такое? Это, говорит, базар. А что народ пылит? Вора поймали, некоторые в жизни не видали. Что он там своровал? Потащили к Каде, Каде и судья. Назавтра, проходя, говорит, на базар купить, я видел, говорит, почеревшую на солнце африканском руку, кисть руки прибитая. Отрубили, и только на воротах, самые большие людей на базаре, чтобы все видели. Все, ты на улице можешь оставить мешок с долларами, и будет стоять на остановке, и никто не притронется. Велосипед будет стоять. Ну что, надо взять нам это или нет? Да не получится. А если везти? Ну, как Петр Первый-то говорит. Если найдется даже сворованно на цену веревки, я все равно его повешаю. А который писал у него там, там говорится кто там. И говорит, а он не пишет. Говорит, почему не пишешь? Да-ка тогда ты не император. Как не император? Да как, над кем император? Там всю Россию надо вешать. Если своровал на стоимость веревки, и ты повесишь. Так ты подряд вешать будешь. Не воруем только два человека. Ты и я, вот мы и остались, все государство. Так времена Петра. Что спрашивать-то? Вот это я и говорю как образец. Я не просто призываю к этому. Я говорю, вот в наше время живут такие люди, которые имеют вот такие нравственные принципы. Ну, как называют, традиции народные или что-то. Ну, на чем они? Они много из Корана, может быть, берут. Я обоснования до конца не знаю, но они это объясняют чем-то. Представь этот хиджаб. И как они выступают? Выступает один шейх, другой мула, имам. И говорят, сестра, надень хиджаб. Ты мусульманка, это все, не надо вопросов. Кому ты хочешь? Да вот парень понравился, понравится. Его убили в могиле. Через три дня тебя в могилу посадили. Ты выскочишь оттуда, он тебе не нужен. Сестра, надень хиджаб. И говорит, для тех, которые во Франции, везде они там вольные такие уже, мусульманки-то где-то. Вот и проще. Ну, вот я это и ставлю на вид, когда вижу, что как одеты, как не заботятся о молодежи, о девушках. А отрицательные? Ну, а в отрицательном это и так все знают, что они вот это зверство, это убийство. Там режут голову, подряд всех уничтожают. Детей учат только убивать. Ну, мало ли что там есть. Легионных там этих. Они, конечно, планку нарастенную понизили. У нас что? Ну, лучше человеку не жениться. Есть люди, которые оскопили себя. У них, наоборот, четыре жены. И она говорит, ее спрашивает у жены Рамзана Кадырова. И она говорит, ну, конечно, мы любим друг друга, но у нас же закон, что может четыре иметь жены. И, ну, если он приведет, я ничего не скажу, я не против. Понимаешь? Вообще. Да наша-то жена, она умирать будет, а хотя ты у ней не первый, может быть. И она у тебя не первая. А вот эта ревность, она завладела, сейчас на собственность, по подозрению, ревнует что-то. У них слово ревность отсутствует. Ну, считайте число 15 глава. Там ревность, если муж ревнует к жене, заметил, там приведет к священнику, тот наберет праха с земли, даст выпить, шрево спухнет. Да как оно не спухнет-то, когда тысячу людей проходят, оно и вспухнет, даже не спухнет. Вот лекарство какое-то. Не сказал, что дезинфекции сделайте такое, если что-то будет. Нет. С земли. А если жена ревнует, а такого нету. Она не может ревновать. Она лишена вот этого превосходства. А у них этого нет. Она не знает, я знаю, говорит, через 4 дня он придет, у него костюм в шкафу висит. Вот положительное. Нет ревности. Так и должно быть. Вот почему я отзываюсь положительно на эти моменты. А если бы они к вам приехали здесь вот сейчас, ну, допустим, за кем-то гонятся, боевик какой-то там, ну, убийца, руководители, и я пошел за малиной, и он там лежит раненый. Я подошел к нему и раненый. Ну, первым делом, мобильный телефон, вот так вот, даже такое, я все равно дозвонился бы. В милиции, в органы, ты бы позвонил никогда. Я бы никому не сказал, я бы его укрыл, даже сегодня, сейчас. А на его совести, как у музычка, не сообщил бы никогда. Я бы стал ухаживать ему, я бы дал ему понять. Ну, а если бы он, ты знал ему, что если ты его вот так сделаешь, он все равно тебя убьет. Ну, это неизвестно. Во-первых, это неизвестно. Во-вторых, я-то работал бы с ним, я не просто кормил бы. Я бы лучшее приносил, сказал бы, буду приходить в ночное время, чтобы не видел никто, случайно не видел. Я бы его укрыл, принес бы ему теплое. Враг голоден, я бы накормил его. Но все время ему говорил, дай обещание, что ты никогда воевать не будешь. Ты не будешь убивать никого. И он бы у меня ушел, я бы его увез. Придумал бы что-то. Заложил бы коробками и отвез бы его к родным и близким. Насколько возможно. Я так мысленно прикидываю и проще. Да какой же ты патриот? Ну, никакой, что за... Мне нравится выражение у Шолоха, у Бра, это Тихидон. От каждого, говорит, червивого котелка за версту воняет патриотизмом. Я не хочу, чтобы от меня воняло. Спасти душу. Я бы его кормил духовной пищей и телесной, и укрывал бы. А зима бы наступила, а он не выздоровел, перетащил бы домой, запретил ко мне приходить, что-то придумал бы, выделил место и ухаживал. А было такое, чтобы на вражеской территории врага вот так были, были в Афганистане, и показана та женщина. Она за ним ухаживала, держала его и искала родственников. Он попал в такое состояние, речь отшибла, мозги отшибла ему. И она искала, искала, искала его все время, родных его. Вот мой ответ. То есть, ну не одинаковый. Мне говорят, у вас какая-то раздвоенность. Я говорю, почему раздвоенность, расстроенность у меня. Я за, как человек, такого щекотила и всех расстрелять немедленно. Но, как христианин, я не могу поднять руку. А что делать? Ну, я знаю, что делать. Я имел доступ к приговоренным к смертной казни. Я им говорил о Христе. Но я добивался усиленно этого. Начальник тюрьмы, это был Клименко здесь, Анатолий Иванович. Это 3700 человек, Барнаульская тюрьма, СИЗО 17 дробь 1. И вот, пока я здесь, ваши ноги там не будет в подвале, самый нижний подвал. И как там этот подвал, на сколько дверей, все время там дежурные ходят. Туда ходу нет. Я говорю, я хотел поговорить. Делать там нечего. Это закрыто для всех. Там даже сотрудники только бывают определенные выбранные. А мне-то так и нужно. Там был такой маслищ, на нем много было убийств. И когда он сидел в камере, товарищ его сказал, ты зря вот этого убил, который в камере-то был. Это было достаточно. Эту ночь он его убьет. Шариковая ручка вытащит, шарик это заточит, вскроет грудную клетку, вытащит легкие, все. Спищет в алюминии своей кружки и съест. Показать, что он ненормальный, чтобы упасть. И я добился, чтобы меня к нему пропустили. А почему наш брат, он работал с ним, Севастьян. Я знаю. А как вы попали? А у меня близкие отношения с прокурором края. Генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. Я ему сказал, он всегда на все просьбы откликается. Я говорю, Юрий Федорович, мне вот хотелось бы работать не только в тюрьме, 17 лет по камерам идти, свидетельствовать. Я по рации выступаю, но попасть и туда. Да, разговоров нет. Я вам позвоню. Проходят там день-два, говорят, дверь открыта. Я прихожу, меня уже ждут. Все, охранники, офицеры рядом, с собаками, все, пошли. Видишь как? А зачем это нужно? Затем, что пока человек живой, ни один на земле человек, думаю, не сможет сказать, обратиться или не. Даже Христос молится о распинателе. Не знает, что творят. Не знают. Так что, его Бог простит? Ну, может быть, суд мирской не простит, его расстреляют. Сейчас хотят привести закон, чтобы террористов расстреливать. Этот меморандум отменить при Ельце непринятой за отказ от смертной казни. Вот мое отношение к этим людям. А что говорить о мусульманах? Я Коран никогда не трогаю. Почему? Это не моя книга. У меня Евангелие. Вот Данил Сысоев, у него был другой подход. У меня другой. Я свидетельствую о Христе. Меня Бог не послал опровергать чужие книги. Веды, там, у кого какие есть. Майнкампф, Капитал Марса. Мне это не надо время тратить. Я говорю, нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4, 12. Нет другого имени. Нет другого имени. Кроме Иисуса Христа. А как же Магомед? Я даже не произношу это имя. А вот Аллах сказал, я не произношу ни Коран, ни Аллах, ни Магомед. Три. Это табу. Зачем? Я христианин, я свидетельствую об этом. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не имеет жизни, но гнев Божий на нем пребывает на нем. Евангелие Теана 3, 36. Я вдалбливаю и вдалбливаю. Возмездие за грех смерть. Христос взял грехи на себя. Все места поднимаю где-то. И вы видели, как я в доме молы беседую? У меня совершенно другой подход. Я четко, пунктуально выполняю то, что сказал мой Господь. Идите, значит, я иду. Идите, значит, и можно ехать. Можно лететь. Я могу сказать, что нет страны, ни одной, где бы я ни свидетельствовал, страны, города, региона, где не проехал, начиная с Америки. Почему? Бог знает мое желание искренне, и я проехал. Не просто проехал, а свидетельствовать. Когда выступал в Америке, там и корейцы, и китайцы, кого только нет, с перевозчиками сидели, переводили. И тема какая? Будущее России во свете священного писания и святых отцов. Понимаешь? Оригинальное это? Это не то слово. Они этим живут, они ностальгируют. Надо увидеть. Один вышел только, можно я вам чек выпишу? Сразу на 6 тысяч долларов выписал. О! Слово значит, что? Я скажу попутно сказать. Я жил на квартире, он сейчас митрополит, Антоний. А он на самом деле Никита Феоктистович Орлов. Город Лос-Анджелес. Я у него жил на квартире в Америке. И у него же жил, заболел, и Лос-Анджелесский Антоний Синкевич, фамилия его, небольшого роста, с самой непримиримой с московской патриархией. И я с ним оказался. У меня уже материалы выходили, эти крещения по одному материалу. Я ему давал. Все до одного одобрил. И мы с ним гуляли. Но он, говорит, отличался скупостью. Скупостью. У которых он живет, они говорят, а жена у Никиты Леонида. И она говорит, нет, вроде зимой снега не выпросишь-то. Мы с ним гуляли. И вот я его зазомбировал. Если бы сейчас это послушали, кто зазомбировал в кавычках-то. Он тут же пошел и все снял с книжки своей, с банка. И мне отдал. Выписал чек. Это вообще, когда сказал у них Татьяна, дочь, И никто не поверил. Это быть не может. Все. Как они у него расспросили или нет? Ну, представь себе. А он был когда-то в миссии много лет в Иерусалиме. Ну, представь, архиепископ. Это вообще. И пойти, снять со счета и мне отдать. Это вообще было. Как это так? Бог. Он увидел, что перед ним человек, который ни одной копейки, ни одного цента на себя не потратит. Он поверил в это. А я об этом не говорил. Ему уже сказали. Я всегда говорю, Господи, как хорошо, что не ошибся. Представь, у меня молитва какая. Как будто Бог может ошибаться. Ошибаться, значит, раскаиваться. И раскаялся Бог, что сотворил. Раскаялся означает по-щеловечески антропоморфизм. Как бы о-щеловечивании. Господи, хорошо, что меня избрал на дело с деньгами. Представь себе, какие деньги. Люди жертвуют мне. Я говорю, если сомневаешься хоть на один процент, что я хотя бы рубль на себя потрачу, пропью, проезжу, проблужу, куда тратиться обычно, то я уже не приму. Не приму я. Хотя, нет, 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 я уверен. Ну, уверен, значит, давай. Я только передаточное звено. Я до дома деньги-то почти не довез. Сейчас 13 библиотек образовал, священные книги накупил. А дальше полные камаз, арабицы, сетки, инструменты, пилы, топоры, что только можно, молотки. Все, закупил, денег нет. И каждому положил пособие, кто в Потеряевке был. Потому что еще не работали для себя на хлеб. Но с условием. На дорогу нигде не тратить, сидеть в Потеряевке, работать. Если уезжать будешь, все деньги вернуть. Так и было. Тогда подсчитывали, с учетом инфляции, там уезжал один и заплатил обратно. Ну, вот и ответ. Я все это попутно говорю. А если бы мы знали, что о том мусульман, вот это доброе, в нашей жизни многое бы изменилось. 120 миллионов только за перестройку было бы. А сколько всего было? Если взять-то, ведь не случайно, что в газете «Комсомольская правда» на развороте было написано, если большевики не победили в 17-м году, у нас бы было сегодня 650 миллионов. 650 – это выкладки Дмитрия Ивановича Менделеева. 650. Так речь сошла, может быть, и больше было бы. Ничего нету. Змей Горыныч сказал, какое? Нет Евангелия. И в то время мусульман сколько было, ни с кого пример не брали. Я показал пример живой. Людям нужен пример. Я показываю пример мусульмане. Вы бьетесь с алкоголем, спившись со стороны, а вот. А у них там наркотики, плохо не одобряю. Ну, такого-то нет, как здесь. А вот наркотики, наркоторговцы в Китае, их сразу расстреливают, и все. Прямо принародно. И эти тоже, вот нашли гей-парады. А почему в Саудовской Аравии нет гей-парадов? Показывают, здесь они, эти, игиловцы, поймали мужеложника, где они его выкопали, или приехал откуда-то. И они вот там, там 12 этажей здания, и он упирается, сжался, его кидает, он падает разбитый, и народ вокруг собирается. Все, не надо в него руки марать. Земля примет его. Жена изменила. Ей сидит там в тряпках, вся ей гранату сунула, отскочила и рванула, одни тряпки полетели. Все, нету больше. А он изменял, его закопали по голове, и каждый бьет по этой голове. А потом оттуда показывали, вытащили, труп зарыли. С мужчиной тоже расправляются. Так вы еще призываете. Я не призываю, я говорю. У нас-то другой страх. Гиена огненная. Ни блудники, ни пьяницы, царствие Божие не наследуют. И раз это делается, значит нет веры в царство небесное. Нету этого. Не веры-то нет. Если бы вера была настоящей, ты бы разве пошел? Стоит ли это того? Вот. Почему? Как бы я раздвоенный. Нет, я как христианин и как гражданин отвечаю. Но говорю, христианин побеждает гражданина. Пожалуйста. Игорь Михайлович, я могу поблагодарить вас за добрые слова, за эту беседу, за зарядку на день. Вопрос, ответ исчерпывающий. Больше у меня нет вопросов. Ну а теперь, если остальное об игиловцах с Турцией, что я об этом говорил. Это масонские игры и все это в пользу Израиля. Вот это я определенно скажу. Что бы ни делалось, это не без Израиля. Там закулисные игры. Может быть с этим все президенты связаны. Мы собьем самолет, вам это развяжем руки. А вы этим будете оправдываться перед игиловцами. Их могут в один день буквально все запечатать и уничтожить. Нет, это очень выгодно. Они нужны. Нужны. Чтобы весь мир застанал и сказали, дайте правители, которые эти не смогли. Никто не может. Остановите это безумие. А мы сможем каждому чип, каждому пищать. И все будет запечатано. И люди пожелают этого диктатора. Это будет Антихрист, Машах там, Магди, кого-то мне как называют по-разному. Ну, все, вот это беловодие вам устроит на кровавом поле. Он удовлетворит всех, как пишет Соловьев. Надо смотреть дальше. Я не знаю тайны этой пружины, где я знаю конечный результат. А раз он воцарится, и все делается так. И поэтому все вот эти... Это не так рассматривать надо. Вот там самолета такого нету. Ну, военный специалист говорит. А это уходит не турецкий даже, а самолет НАТО был. И зашел сзади с под хвоста и под брюще ударил-то ему. Он уже ждал его, не смог бы взлететь. Там всего пять минут, говорит, лететь-то. Даже меньше, через которые территорию-то он пролетает. А там не успели бы выстрелить даже. Он границу не нарушал. Там где-то там какая-то аппендикс такой торчит-то. Я ничего не знаю. Это не мне... Не мне это судить. Я знаю только одно, что это в пользу Израиля. Проигрывает Турция, проигрывает Америка, проигрывает... Все проигрывают. Выигрывает только Израиль. Понятно? И поэтому закулисную борьбу нам не надо исследовать. Мы знаем, в конечном счете это приведет к тому, что не будет ни ИГИЛа, ни мусульманства, ни христианства. Будет одна религия в антихристе. Сядь в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Отдельные христиане где-то будут. Литургию совершаться будет. Творите в мое воспоминание, доколе он придет. Вот это будет, но это совсем незначительное число. Вот я знаю тот последний этап, 13 главу Откровения, 17 и 18 главу Откровения, где Москва. Москва именно сожженная будет огнем. А почему? Да они же сейчас могли бы сжечь, пока Россия не встала на ноги. Не время, не время. Почему не наполнилось число на небе? Еще мало мучеников, пока дополнит их число. Причина, удерживающая приход Христа, мало еще мучеников. И поэтому они идут, и приходят люди, которые будут мучить и отрезать голову. Отговорят, да вот то, другое. Причина одна. Чтобы и они успокоились, даны белой одежде, доколе дополнить число. Причина-то показана. И как жених задремал, это замедлил, то задремали и уснули. Замедлил. А мы задремали, задремали, то есть заболели, уснули. И все. И все толковать нужно только в свете Святой Библии. Пожалуйста. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Что у вас в свои еще какие-то вопросы есть? Нет. На сегодня нет. Ну все. Нет. Давай. Мир вам, Юрий. Вот сегодня Игнатьич коснулся вопросов, что люди не верят... Повышь, сядь, я в рот только видать. ...не верят в жизнь вечную. Вот брат Андрей Смельнягин с Урала, через которого я уверовал, проводил занятия, один священник попросил одно занятие провести беседу перед крещением. Но он согласился, чтобы хотя бы люди что-то узнали о Боге. Да. Вот. И он проводит занятия и рассказывает, что был на другом приходе, перед прихожанами сидит, который ко крещению готовится. И говорит, люди не верят в жизнь вечную. И говорит, я тут узнал, говорит. И смотрит на них, и говорит эти слова. И они сидят такие, и он, по его выражению лицам, он говорит, и вы, говорит, не верите. Понимаешь, люди готовятся к крещению, а в жизнь вечную вообще не верят. Он такой удивленный, смотрит, говорит, уже не один приход уже попадается, где люди не верят в жизнь вечную. И это верующий подходит. И они, папы эти, на меня нападают. При такой пасте им рта раскрыть нельзя. Они бы занимали свои пасты. То есть, сколько сектантов, разные секты, везде надо каждому дать хлеб. Они этого не знают. А почему тогда на меня говорят? А почему? Ну, в первую очередь, это для меня. Это мне польза, а не сплетает венок. Ну, а второе, на мне они как раз выходят, я дополнительные какие-то слова буду говорить, высветится их немощность, неверие, безбожие. А что не верят? И епископы не верили. Это о семи ефесских отр, как говорится. Почему они уснули 120 лет, а потом очнули, чтобы доказать, что есть воскресение из мертвых. Ну, и что сделаешь-то? А у них таких нету, чтобы не верили. Вообще нет ни одного. Ну, и что сравнивать? А у неабади, как они красочно описывают ад, мучения, не попасть, как молиться. Но я забыл сказать, самое главное, что у мусульман есть, я не это даже беру. Самое главное, это пятикратный намаз, молитва. Один говорит, да вы даже понорменно, трехкратную хотя бы христиане сделали, вам не сделать этого, не сделать. И при том, все до единого мужчины. И чтобы разделить, мужчины с женщинами не были, вы отдельно молились. А мы семикратно в день прославляю тебя. 118 Псалом, 164 стих. Давайте, правильность наша не превысит правильности книжников. Парисеев не увидите, Царствие Божие. Нет, все учат. Тихо, спокойно, говорит, шепотом. Шептуны. Дошептались. А ты, говорит, возвысь голос громко. О, это, тогда я говорил, раздражимость это такая, это беснование даже будет. Что угодно говорят. То есть, мертвые. Павел прямо говорит, кто бы соблазнялся, за кого я не воспоминялся. Вот, я вижу соблазнившихся людей миллионы. У меня внутренность вся болит от этого. Они этого не видят и не знают. Мы по-разному глядим на это. Мы на все должны смотреть, как на промысел Божий. А забота его о нас. Ты спроси Сергея Козлова, хочет ли он быть здоровым, но в прежнем состоянии. Он нет, говорит. Нет. Вот как надо понимать-то. И они это понимают. Намаз. Намаз. У нас не сделать этого. Не сделать. Мы даже в деревне, православной деревне, мы этого не можем сделать. Делаем только мы. Вот наша группа. Которые ко мне попадают, эти делают. А которые даже с батюшкой этого они не делают. Даже приезжают священники. Ну, я службу отстоял. Все. Это одно дело служба. Другое дело, ты прерываешь ход обыденной жизни. И сразу переходишь на другую ступень благодарения и словословия. А когда первая ступень молитвы дай, ты все время ходишь, у меня жена заболела. Господи, дай здравие. Это мы молимся. Ну, какая молитва? Это молитва. Они пришли, выделили время, расстелили свой дастархан, на него склонились, поклонились. Это молитва. И рядом с ними ребенок рядом, мальчик. Вот самое главное, что нужно у них взять. Даже ладно. Ну, я не говорю, что не надо там девственность сохранять. Все надо. Но это все проистекает от намаза. Они отвечают за своих детей. Здесь ничего нет. И вся... Самое страшное то, что все это они моченые. Таинство все исказили. А крещение прообразовано было обрезанием. Ты спроси их, как обрезание делать. Что ножом по поверхности щиркивают или режут. Это операция болезненная. Здесь ничего нет. Просто погрузить в воде и нет. Священник один в воде стоит, крестит. А потом показывает, крестит. Обливанием-то уже ребенка, уже обливанием. То есть это у него не внутри. Он услышал надо, сделал для фотокарточки. А дальше делает безобразнейшее дальше. Ну, а если бы пришли к муле, кто там обрезание, и сделал бы неправильно. А это видно будет. Или не сделали эту микву, ощущение женщины в Израиле. Что бы было? Здесь все можно делать. Все. Мы никакие. Нуль перед ними. А могла быть Россия другой. Могла бы быть другая, если был бы у ней намаз. Все остальное за этим. Если бы сложили оружие. Бог поставил бы охрану. Вот сейчас придумали какое-то оружие. Показал Сергей. Как, ну, такие электроволны дают. Как купол. Купол над, ну, над целым гектаром. Где машины стоят. И летят снаряды, и они отлетают в сторону. Там где-то вверху, и разрываются совершенно в стороне. Ну, правда, неправда. Все могут сделать. Все могут сделать. Так вот, сделать бы это нужно. Ввести намаз. Не просто свечку поставить. У нас это нет. Пятикратная молитва. Это невозможно сделать. Никогда во всем мире, во всем христианстве этого не было. Почему апостолы не вели это? Почему? Почему Христос не сказал, как у них это написано? Я долго... Это очень трудный вопрос. Я, наконец, понял. Свобода. У них это делается из-под ножа, из-под плети. Попробуй это не сделай. Это вот внешнее, телесное. Они умеют сделать. Духовно они никакие. Они совершенно бездуховные мусульмане. Духовного у них нет. Почему? Духовное это возвышенность. Он как принизил планку. Четыре жены ему. Зачем теперь изменять-то? Ему четыре. А вздумал взять другую. У одного, говорит, двухсотый брак у него. Двухсотый. Но как брать новую жену? Он эту выкидывает. Следующую. И развод только крикнул, чтобы сосед услышал. Я развожусь три раза крикнул. Все, она вылетела. Не имеет права даже в комнату зайти обратно. В чем была, в том и вышла. То есть вообще. Что интересно, если она развелась, а потом решила вернуться предварительно, прокладка должна быть. Она должна за кого-то выйти, разместись, и тогда он может принять. А так, что развелась и вернуться, этого нельзя. Ну и почитаю у нас Еремея 3 глава 1 стих. Если бы муж ее принял, не осквернилась бы земля. То есть у нас несравненно высшее все. И поэтому не установлено этот намаз, это мы должны были все найти. У нас семикратная молитва. Свобода. Но об этом надо было говорить. Не из-под ножа, а именно говорить, проповедовать. Вот что упущение-то где. Почему у нас ни Христос об этом не сказал, ни апостолы, ни святые отцы. Не сказал, то есть не заставил, не принудил, а царь бы мог это что-то сделать. Даже в армии, вот когда, смотри, там они стоят, шапки на руках держат там. Пришло время, все, они на молитве. Вот самое главное упущение, это молитва, связь с Богом потеряна. И поэтому Россия безбожная. Ей нужно заново новое оглашение и новое крещение. А этих попов, которые безобразничают, их всех надо под запрет извергнуть. Всех до одного. И новых рук положить. Все по-новому. Но самое главное препятствие, это не крещеные архиереи, патриарх, священники. Должны быть крещены. Пусть найдут хорошего архи, архи, какого там монаха поставят, и чтобы они заново крестили Русь. Это было не перекрещивание, это обман. Его не было крещения, обман. Фишка. В темноте подали фантики вместо денег. Но надо решительно все поставить на место. Я знаю это лекарство, знаю, как выйти из этого положения. Довериться Христу. Все. Все, да? Все. Спаси Христос, Игнат Ильпийский. Аллилуйя. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok